Обман В рубрике детектора лжи мы рассматриваем явление или заявление. Задача установить истинность или ложность. По условиям рубрики мы приглашаем в студию гостя, вместе с которым проводим исследования. Однако предмет исследования гость узнает непосредственно во время записи программы. Предварительно редакция рекомендует гостю изучить определенный интеллектуальный материал, который будет использован во время исследования. Для участия в первой программе мы решили пригласить директора адвокатской компании адвоката Ольгу Панченко. Мы порекомендовали Ольге Викторовне изучить книгу Итана Рассела «Метод МакКинзи». МакКинзи – это одна из самых крупных консалтинговых компаний на планете Земля. То есть авторитет МакКинзи ни у кого не вызывает никаких сомнений. Более того, эта структура существует уже практически 100 лет на рынке, и она крайне эффективна. Сейчас на столе, кроме кофе и айпэдов, есть некий конверт. И та книга, которую я попросил вас изучить, «Метод МакКинзи», непосредственно связана с тем, что находится в этом конверте. Поэтому предлагаю вскрыть конверт. Пожалуйста. Заявителем является кандидат психологических наук Александр Невеев. Заявление было сделано 19 декабря 2014 года официально на его канале в YouTube. В своем видеообращении Александр Невеев описывает признаки, которые, по его личному мнению, соответствуют сектам и деструктивным организациям. Система наставничества, странно, тоже является признаком секты. Это именно в секте такое делается. Итан Рассел в книге пишет о том, что наставничество – это обязательный институт в МакКинзи. Более того, он говорит, что если лицо желает добиться какого-либо успеха в консалтинге, вообще в любой организации, ему нужен наставник. Значит, в книге наставника он называет ментором. Еще говорит, что это ваш лоцман в, в общем-то, вашей консалтинговой деятельности в компании. Наставник нужен обязательно. То есть, в книге наставника он называет ментором, называет наставником и называет лоцман. То есть, вот, пожалуйста, есть три определения данного явления. То есть, говорит о том, что, в общем-то, в компании МакКинзи наставничество является обязательным пунктом. Подтверждая ваши слова, был сделан разбор книги МакКинзи постранично, для того, чтобы каждый человек мог взять эту книгу и убедиться в том, что так оно и есть на самом деле. На 36-й странице написано «Все ищут возможности того, чтобы их наставником стал лучший директор и управляющий проектом». «Я уверен, что это применимо практически к любой организации», – пишет Итан Рассел. «Найдите кого-нибудь старшего, чьи способности и мнения вы уважаете. Добивайтесь от него менторства». Когда я пришла на первую свою работу в юридическую компанию, у нас тоже был наставник. То есть, я вам скажу так, что мы этого человека очень ценили, более того, мы о нем очень заботились, потому что мы понимали, что если он не будет нас учить, то мы здесь долго не задержимся. Но у него была одна проблема, то есть проблема с алкоголем. Поэтому для того, чтобы он нас учил, то есть мы боялись очень, что его за это уволят. Поэтому для того, чтобы он продолжал нас учить, мы даже его прятали от более высокого руководства, чтобы они не видели его в состоянии алкогольного объединения, приводили его в чувства, только для того, чтобы этого человека не уволили, чтобы он продолжал нами заниматься. Вот этот вот отрыв от социальной реальности, отрыв от родственников, это, конечно, очень-очень серьезный не только признак секты, но это очень серьезный звоночек, который вас должен отпугнуть и испугать. Итак, второй признак говорит нам о том, что работа в организации предусматривает отрыв и изоляцию от родственников и от социальной жизни. Если это имеет место быть, значит это признак секты. Так считает Александр Невеев. Давайте теперь в разрезе Маккензи. В разрезе Маккензи в книге указано прямо, что для того, чтобы добиться успеха в данной консалтинговой компании, вам необходимо, скажем так, за это заплатить. И там написано дословно, что вы будете платить вашим здоровьем, вы будете платить состоянием своей психики и вы будете платить отношениями с близкими. В книге, кстати, на протяжении всей книги этот вопрос рассматривается неоднократно. То есть Рассел пишет, что он интересовался у своих коллег, которые работают более давно в этой компании. И когда у них хватает времени на личную жизнь? Они ему отвечали четко, что у нас времени этого нет. Работа в данной компании подразумевает постоянные командировки. То есть постоянный отрыв от семьи, постоянный отрыв от близких. Более того, в книге указано, что график работы до часу ночи, до четырех часов утра. Иногда это могут быть и сутками, иногда это могут быть и недели, и месяцы в командировках, без сна. Поэтому Итан Рассел говорит четко о том, что отношениями с вашими близкими вам придется заплатить, если вы хотите работать в этой компании и добиться в ней успеха. Что бы вы ни делали, вас всегда будут критиковать. Ну, с точки зрения книги Итана Рассела, есть там действительно такой момент. Он говорит о том, что руководство иногда делает замечания в крайне грубой форме, в крайне нецензурной форме. Более того, это может быть сделано при всех. То есть, я думаю, что такое заявление в связи с тем, что этот человек никогда нигде не работал. То есть зайдите, пожалуйста, в любое следствие, в любом райотделе. Там, извините меня, такая постоянная критика в адрес сотрудников. Причем, критика эта настолько нецензурная, что я думаю, что у господина Невеева просто, я не знаю, он, наверное, очень сильно поплохеет. Если он побывает хотя бы на одном совещании, где начальник следствия говорит своим подчиненным, что он думает по поводу их работы, то тогда, если мы руководствуемся его рассуждениями, его заявлениями, его логикой, то можно сказать, что все райотделы милиции, как бы в нашей стране, это все секта. Филиалы секты. Да, это все филиалы секты, причем жуткие, потому что там критика такая, что люди как бы долго не выдерживают. И это в любой организации. То есть любая государственная организация, возьмите прокуратура, СБУ, милиция, вы везде найдете одно и то же. В армию пойдите. Там, по-моему, никто особой вежливостью и корректностью не отличается. Там надо копать от забора и до вечера. И это не обсуждается. Любой собственник бизнеса нанимает сотрудников для того, чтобы они приносили прибыль компании. То есть нужны результаты. Как у Маяковского, нужны паровозы и вагоны для них. То есть розы никого не интересуют. Если речь идет о бизнесе, там только деньги. Контракты, выполнение обязательств, деньги. Больше ничего бизнесмена не интересует. Если он берет в компанию человека, который не справляется со своими обязанностями, естественно, он будет его критиковать. Еще один такой признак заключается в том, что вы сразу можете встретиться с великим королем, директором компании, какой-то конструкторского бюро или адвокатской конторы. Что касается компании McKinsey, я думаю, что здесь это не самый удачный пример, потому что компании филиалы, я не знаю, наверное, стран 50 или 70 мира. Поэтому там невозможно провести с самым первым лицом собеседование. Что касается руководителей подразделений, то в книге прямо написано, что они непосредственно проводят собеседование с каждым соискателем. И это еще не факт, возьмут вас на работу или нет. С вами могут поговорить и проститься. Что касается, опять же, любого приема на работу. Все компании юридические, в которых я работала, везде собеседование со мной проводило первое лицо. Почему? Да все очень просто. Ты берешь на работу человека, который будет иметь доступ к конфиденциальной информации, к информации о клиентах, к информации о бизнесе компании. Безусловно, руководитель должен знать, с кем он имеет дело. И все собеседования всегда проводятся лично. Поэтому здесь я тоже могу сказать, что это заявление человека, который никогда нигде не работал. Безусловно, если речь идет, например, о заводе, где работают 5000 человек, ну не будет директор завода принимать на работу мастера или уборщицу, это понятно. Но если речь идет о консалтинге, если речь идет об услугах, то здесь по-другому не бывает. Вот что пишет на 80-й странице Итан Рассел. Доступность людей в фирме вне зависимости от иерархии. Кроме того, ну это назначение встреч в различных ресторанах и так далее. Значит, серьезный работодатель никогда не позовет человека в ресторан. В Макеязе написано, что компания выбирает лучших сотрудников, причем этот отбор происходит еще на стадии, когда человек учится в колледже. То есть у них есть при колледжах специальные сотрудники, которые смотрят на тех студентов, которые обладают, ну скажем так, более высоким интеллектуальным уровнем, чем все остальные, это первые. Они смотрят на успешность и так далее и тому подобное. Далее, те люди, которых выбрали, они приглашаются на собеседование. Собеседования эти в основном происходят в очень дорогих ресторанах и в Макенсе даже есть специальный пункт расходов, предназначенный для этого. О них собираются, значит, какие-то личные данные. Предпоследний признак секты, по мнению Александра Невеева, то, что в организации предусмотрен сбор личных данных. То есть организация должна знать все про человека для того, чтобы человек оказался внутри, с точки зрения Макенсе. С точки зрения Макенсе на каждого сотрудника есть данные. Более того, Итан Рассел в книге рекомендует всем интересоваться личной жизнью своих сотрудников, их семейным положением. То есть по сути своей, сбор данных происходит каждый день и повсеместно. Вопрос возможности попадания человека в некий проект. То есть для проекта люди отбираются, и люди отбираются в соответствии с теми данными, которые на них есть. Итан Рассел говорит, знайте, что происходит с вашими людьми. Да, так и есть. Вы всегда будете нести ответственность не только за себя, но и за вашего наставника. Есть целый подраздел в главе, где он говорит о том, что все должно быть для вашего шефа. Вы должны каждую секунду думать о том, что желает ваш босс. Более того, вы должны угадывать, что он хочет знать в данный момент времени, а что он не желает знать в данный момент времени. То есть у Итана Рассела об этом четко написано, что, в общем-то, это задача любого сотрудника, который желает добиться какого-либо успеха в любой консалтинговой компании, в любой иерархической организации. Более того, в книге он неоднократно указывает о том, что в компании существует некий признак, принцип вернее. Принцип этот звучит следующим способом. Клиент, фирма, вы в убывающем порядке. То есть ты на последнем месте. В компании существует некий принцип, он звучит так, либо вверх, либо в сторону. То есть либо ты работаешь над собой и посвящаешь полностью себя интересам фирмы и твоего руководства, либо тебе здесь делать нечего. То есть если тебе нужны розы, то тебе здесь делать нечего. Здесь остаются только те, кому нужны паровозы и вагоны для них. Все. То есть, грубо говоря, сопли никого не интересуют. Если предположить, что заявление Александра Невеева является истинным, то по всем восьми признакам получается, что международная консалтинговая компания McKinsey является сектой. Однако это заявление является нефункциональным. Вопрос, уходить или не уходить из McKinsey, никогда не стоит. Всегда стоит вопрос, когда. То есть, по сути своей, сколько ты выдержишь. Но все люди, которые оттуда ушли, в конце книги приведены их некие краткие интервью. Они все говорят о том, что это было лучшее время в их жизни. Потому что если бы не те условия, в которые они попали, они никогда в жизни ничему бы не научились. И так никем и не стали. Субтитры сделал DimaTorzok